В классе первом меня родители отдали музыкальную школу на фортепиано играть. Я спустя, наверное, месяцев 9 с шилом задницы его бросил. Годом 10 меня опять-таки заставили, отдали на гитару. С боем я ее закончил. Закончил на тройке. Искренний интерес к музыке появился, наверное, годам 14-15. Слушал всякий Слепнот, Мэрлин Мэнсон. Потом появился Металкор, где все закрутилось. Спарквей Драйв, The Light Dying, Баттрансблэк. В это время занимался гитарой и хотел найти группу, в которой смог бы изложить свои мысли. Так вот попал в первую. Называлось Dancer Drops. С ребятами прокатались определенное время. На первом курсе, когда я поступил, случайно зашел в паблик к Оригами и увидел, что у них там гитариста нет. Отправил свои видосы. Максимум неделя действительно прошла. Я оказался уже в России. Поиграв в Ариамет пару месяцев, понял, что там на самом деле ничего меня хорошего не ждет. Задался целью уехать в США. Хочу играть там музыку и все. Сел, начал писать музыку. Договорился с родителями о том, что я не буду ходить в университет. Вернулся домой. Просто писал музыку и учился сведению, записи. И как-то появилась моя первая успешная группа под названием Make Me Famous. Записал первые демки. Сразу же задался целью заполучить актуальные вест вокалы, актуальных американских исполнителей. Даже не вспомню всех, кому писал, но заполучил в итоге Атак Атак Джонни Франко и Тайра Каптера. На самом деле все очень просто было. Я нашел их в ней в Фейсбуке и напрямую написал. Они же такие же люди. Так же само читают почту и отвечают на интересующие их предложения, скажем так. После того, как первый гвест вокал, в принципе, был договорен, я начал искать людей, которые могли бы помочь мне со звукозаписи, так как с бюджетом вообще дела были не очень. Все, что на тот момент мог, как у меня тогда было лет 17, все потратил на аппаратуру. Мы просто погнали писать все наши песни подряд, записывать инструменталы и потихоньку накапливать вокал на них. Все делали сами, абсолютно все дома у меня в комнате. Решили, что пора уже что-то выпускать. И первая тема, которая пошла в ход, была Make It Precious. На самом деле после ее релиза все произошло в течение двух-трех недель. По-моему, в первый же день было около 200 тысяч просмотров. Все длинулось настолько быстро, никто не ожидал из нас. Посыпались предложения разных западных менеджмент компаний. На самом деле история была забавная. Первое с нами связались менеджмент Memphis Mayfire, второе с нами одновременно связались Outerloop и связался Дэнни Ворсен, вообще вокалист Александре. Рассмотрев все наши варианты, решили, что выберем мы Outerloop. У нас было что-то в районе 35-40 тысяч лайков, наверное, на Фейсбуке, точно не помню. Каждый день добавлялось около 300-500 новых подписок. Ажиотаж пошел хороший, все ждали новостей. Мы, по сути, продолжили писать альбом, записывать все эти песни новые. И начался, как говорится в Америке, лейбл шоппинг. Менеджмент компания просто взяла наш пресс-релиз и просто они начали отправлять это по лейблам. Но на самом деле предложений было достаточно и без лейбл шоппинга. Был спрос серьезный. Лейблы перебивали предложения друг друга. Предложения поступали такие, которые не поступали многим группам вообще в этом жанре. Мы остановились на Самириане. У них такой выстрел в небо был и есть сейчас, по сей день, под названием Аскин Александрий. То, как они резко ворвались и вообще в этот жанр и в этот бизнес. И как они стремительно шли вверх без остановки. Сыграло большую роль, мы как бы это видели и понимали, что, наверное, не просто так. Наверное, лейбл помогает, лейбл делает дела грамотно и правильно. Ну и плюс условия были замечательные. Помимо этого, хозяин этого лейбла, он также хозяин booking-агентства. Можно сказать, в принципе, самого сильного в этом жанре. Если мы подписываем контракт с лейблом, то одновременно подписываем контракты с booking-агентством. Это, соответственно, самые лучшие туры, которые только могут быть в этом жанре. От лейбла была задача нам поставлена поскорее записывать альбом. И нам сразу же букнули тур уже на начало зимы. Нас подготовили, визы получили. Визы были, называется, P1. Это визы артистов. Ну, в принципе, все, кто, наверное, связаны с какой-то творческой деятельностью, все должны получать эту визу. Билеты нам приобрели. Это было в условии контракта. И мы просто прилетели в США и начали репетировать. Привыкать, на самом деле, было не так уж сложно. Все было в диковинку интересное. Знаешь, как будто ты попал в свой любимый фильм какой-то. Ну, мировоззрение, конечно, там совсем другое, менталитет совсем другой. Такое, ну, как бы люди, как люди. Такое ощущение, как инопланетяне, на самом деле. Ну, забавно, интересно. В разной части США вообще люди совсем разные. Все приехали, все знали английский язык так. Кто как, кто на разном уровне. Но на ходу, на самом деле, все быстро все схватили. Было просто. Буквально 2-3 месяца все уже общались. Были обязанности. Мы приехали, нужно было заканчивать альбом. Я занимался альбомом, дописывал его еще там. Дописывали, конечно, очень по харду. Мы и в отелях дописывали, и у фанатов каких-то дома, уже будучи в туре, там, помню, трек один дописывали. В бусике туровом тоже вокал, я помню, писал и сводил еще некоторые треки. Всего было 6 или 7 туров, я точно не помню. Каждый тур, это как маленькая жизнь. Куча новых друзей, куча новых знакомств. Просто сумасшедшие эмоции, сумасшедшие воспоминания. На самом деле, за все время пребывания в штатах, за все туры, мы побывали от коста до коста. Даже попали в Канаду, без виз. Нас пропустили туда, буквально там, на несколько дней. Было всего там 3 даты или 4. Не подозревали, что, знаешь, каждая группа должна иметь свой бэклайн полностью. И на смену бэклайна у тебя 10 минут. Никакого чека. Чек есть только у хедлайнера. У всех остальных лайн-чек это ты подключил все за 10 минут. Эти самые растяжки, которые там впереди стоят, они называются скримсы. Они пока закрывают тебя, пока ты не там закрылся, грубо говоря, ты стал, работает, поехали. На первой песне всех все настраивали. Первые два тура у нас не было возможности оплачивать всех там гитарных техников, барабанных техников там и так далее, звукорежиссера. Поэтому мы, в принципе, сами справлялись. Шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук. The flat screen. We do it up nice. The master bunks. I open. Packed full of stuff. Ах, что это? Мы обычно держим виски или водка в них, но мы все это пьем. Из единичных концертов, это были всякие, например, фестивали, делили сцену, конечно, с такими ребятами, например, Бон Джови, Май Кемикал Романс, Фу Файтерс. Ну, много таких было, на самом деле, легендарных, из нашего жанра, Аскин, Александрия, неоднократно играли много фестивалей с ними. Ну, много было. При желании можно посмотреть Make Me Famous, туры, все шоу, любые, все афиши есть в интернете, все можно найти. Самые дружественные группы, которые были лично для меня, это были Скайли Драйв, Айси Старс и Битран Дзе Мартерс. Вот это были, наверное, топ-3, если так выбрать. Общаться, пообщались, ну, на самом деле, со всеми, с кем было желание. Никто там особо носом не воротит. Ты подходишь, знакомишься, жмешь руку и общаешься. Все люди. О, мой бог! Да! О, мой бог! Все такое, что больше всего запомнилось, именно такой, если это был, был именно трэш всякий жестокий. Когда, например, там, басист просто угорел в такое мясо, что его вся туровая пачка, с World Stars тура летнего, просто 30 групп, все крю, каждая из этих групп искала его, и спустя 2,5 часа нашло просто в поле, он спал со спущенными штанами, там, блядь, возле какой-то лужи грязи. Но там все было именно с таким связано, на самом деле, если есть такого трэшового-отрэшового. На самом деле, все намного проще, чем кажется. Если есть вокруг твоего имени ажиотаж, есть вокруг твоей группы ажиотаж и так далее. Например, нас со старту зарядил Шектор, нам каждому выслали по 2 бесплатные гитары. Следующая компания эндорсера, которая у нас была, это была фирма PIVI, гитарные стеки, головы и кабинеты. Здорово звучали. Все зависит от того, насколько ты пробивной, так же, потому что, вот, например, мы сменили эндорсерство Шектера посредственно ESP и ЛТД. Это было во время All Stars тура в Лос-Анджелесе. Лично с представителем ESP я познакомился благодаря пресс-чуваку, короче, с Америаном. Он просто подошел ко мне, говорит, вот, этот человек там с такой-то фирмой, тот-то с такой-то, с такой-то, с такой-то. Говорит, вот, вот этот человек из ESP, я такой, поехали, давай, знакоми меня. Ну, подошел, все, познакомились, пообщались. Ну, и как с людьми надо договариваться, пошли в бар. Пару-сто покинули и, на самом деле, все пошло намного проще. Сразу по-русски, чувак. Всю жизнь мечтал быть эндорсером ESP. У меня с 15 лет ESP, это самое Horizon, еще просил отца вот так вот это воскресенье, чтобы мне купил там и так далее. Всю жизнь, короче, мечтал играть, помогай. Просто там нет, все. И получили эндорсерство ESP и ЛТД. Буквально в течение там нескольких недель нам прислали так же, по две гитары каждому. Часто спрашивали у меня, ты это делал как бы с какой-то намеренной целью, чтобы там получить какую-то аудиторию в США и так далее. Честно, просто видел, что люди делают кавера, выкладывают и, я не знаю, я всегда любил играть песни с их любимых исполнителей. Взял фотоаппарат, начал снимать, заливал, заливал просто в свое удовольствие. Потом заметил, что есть такая штука, как подписчики. Увидел, что у меня было там что-то 5 с лишним тысяч. Вот, дошло это как-то до отметки 30 с чем-то тысяч, а сейчас что-то около 50. Ну, это, конечно, дело уже давно забросил, так, два года. Последние вот эти вот полгода я вел себя достаточно тихо, да, но это не означает, что я ничего не делал. Было очень много работы проведено, очень много материала написано, абсолютно разнопланового. Это будет совсем что-то, ну, не похожее на Make Me Famous. Это будет, ну, да, взрослее и более высокого уровня. Сейчас мы на стадии уже записи, действительно записи первых треков. Из студии не вылажу, пишу постоянно вокал. Готовим большой релиз на самом деле. Будет в ближайшее время два клипа. Готовим акустику. Это будет очень скоро, это будет большой выстрел, ребят, и это будет next level. В первую очередь, естественно, старайтесь сделать все максимально качественно. Не делайте себе никаких скидок. Если вы хотите добиться результата какого-то серьезного, это такой же бизнес. Ну, в это нужно тоже инвестировать. И свои усилия, и какие-то материальные средства тоже придется. Занимайтесь всем от души. Музыка – это творчество. Не нужно пытаться там какие-то, я не знаю, схемы придумывать. Пишите хорошую музыку и старайтесь просто не врать самим себе. Все нужно строить на взаимопонимании, чистой дружбе. Никакого вот этого бизнес-отношений каких-то. Это понятно, что нужно относиться ко всему ответственно, но друг друга нужно уважать. В плане каких-то конкретных шагов, ну, в первую очередь, естественно, нужен сингл какой-то. Выпускаете и смотрите вообще на отзывы, в первую очередь. Если люди говорят, что что-то не так, значит, на самом деле здесь может быть что-то не так. Старайтесь прислушиваться. Ну, естественно, прислушивайтесь к какой-то конструктивной и грамотной критике. Никогда, ни в коем случае, никогда не выпускайте альбом. Вот, сразу. Это самое глупое, что можно здесь. Выпустить епишку сразу, выпустить альбом. Вам нужно подогревать ажиотаж вокруг самих себя. Выпустите одну песню. Ну, понятно, да, хочется поскорее со всеми этим всем поделиться, но куда же приятнее даже самим будет, когда вот первый тройк пошел. А, есть ажиотаж. Второй, еще больше, еще больше. Третий, отсюда вы это довели уже туда, туда, все выше и выше. И все сидят, ну, где же этот альбом? Давайте, вот, мы готовы, мы здесь. Ну, и это с одной стороны, а с другой стороны, у вас ни один лейбл не подпишется, если вы дропнете альбом, потому что суть лейбла – дропнуть альбом, заработать на вас денег. Вот, правда жизни, но... Так делается дела.